Анна Ефимовна, что это за место, где мы сейчас находимся? Это могила, где был детский погром. Убиты дети. 400 больше, 400. Кроме родителей, бабушек, стариков, 400 больше, 400 детей убили. Это в июне месяце. Какого года? В 42-м году. Анна Ефимовна, правильно ли я вас понял, что в этой могиле, кроме детей, которых большинство, есть еще и взрослые? Есть взрослые. В общем, здесь мать моя лежит с внуком, с моим племянником. Анна Ефимовна, скажите, пожалуйста, я правильно помню, что это тот погром, когда вы спрятались на чердаке? Да, это тот погром. Меня спрятали, думали, что будет молодежь забирать, а забрали маму с внуком. Анна Ефимовна, скажите, пожалуйста, вы когда-то были на этом месте до войны? Каждый раз. Все время, да. Анна Ефимовна, это было в районе, это было в черте города Литин или за городом? Это за городом считалось. Тогда домов не было здесь. Это уже потом построили. Это сейчас Литин все считается. Анна Ефимовна, скажите, пожалуйста, после войны в каком виде находилась эта могила? Как вы ее первый раз увидели? Как она выглядит? Ну, был холмик такой высокий и могила одна. А потом, когда мы уже собрали деньги... В каком это было году? Ну, тоже в 65-м где-то. Мы уже стали собирать деньги, стали оборудовали могилу. Тут, здесь нам очень помогли местная власть, особенно в 90-м году. Вот поставлен памятник этот. Анна Ефимовна, скажите, а вот эта надпись на украинском языке, которую мы сейчас видим, и эта плита с надписью, она поставлена уже в независимой Украине или еще в Советском Союзе? Я вот в 90-м году. А это, наверное, когда уже еще независимость не было. В 90-м году, по-моему. В 90-м году поставлена? По-моему, в 90-м, если я не ошибаюсь. Анна Ефимовна, местные власти как-то помогали, чтобы установить... Мы очень помогали. Помогали. Был здесь председатель райисполкома Горисымчук, местный поселковый совет Мельник, они все помогали нам. По любой просьбе обращались к нему, особенно здесь есть Ефим Ефимович, который часто обращался к ним, Кельнер. Они все помогали, никогда не отказывали. Скажите, Анна Ефимовна... Вот развалилась эта тумба. Я сама ходила к Мельнику. Он прислал людей и сделали. Скажите, Анна Ефимовна, когда началась застройка этого района? Какие это были годы? Я не помню. А, Анна Ефимовна... Мы хотели строить вот рядом. Но не допустили. Мы ходили в местную власть. Они, конечно, выслушали нас и не разрешили строить дальше. Скажите, кто сейчас ухаживает за этим местом? Василь Дьячинский. Раньше отец его ухаживал. Это тот же человек, который ухаживает за... Да, который на кладбище, да. Он ухаживает за тем памятником, за этим. Субтитры сделал DimaTorzok